Девочки, ну я же просила никакого девичника. Если ты решила зажрать девичник, то у тебя ничего не получится. Где бокалы, где бокалы, где бокалы. Давай, давай, давай. Мне кажется, что-то не хватает. Точно. Другое дело. Красота. Девочки, мы же не будем напиваться, правда? Нет. Только за невесту. А за жениха? За родителей жениха. И невесты. За новую ячейку общества. Как ты хорошо сказала. Что, скучно? А давайте вызовем стриптизера. Это кейс. Девочки, а что если я ошиблась? И он не тот самый. Так что я заберу его себе. Ты что, тварь? Не делай! Девочки, вот я хочу признаться. Вы у меня самые лучшие подружки. Я вас так люблю. Все люди, как люди, ошибка, звезда. Алло, да. Рыба у меня ошиблась. А ну стой, сука! Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Когда вы приходите в супермаркет, у вас как будто бы вселяется демон. Надо. Мне все это надо. Дима Торзок. Дима Торзок. Ну вот нафига мне все это надо? Хотя. Алло, туристическая компания? Здравствуйте. А что у вас там по туристическим путевочкам? Угу. Хочу съездить. Отдохнуть. Есть мотер. Но как выяснилось, нет. Я боюсь старых паскарных вагонов. Самое страшное даже не эти вагоны. Они встал возле туалета. Мне кажется, по таким вагонам ходит какой-то вирус. А иначе как объяснить, что они срут через каждые пять минут? Я вам честно скажу, я не видела ни одного человека, который дома так же бы часто гонял поссать. Ну или же они играют там карты. Кто проиграл, идет ссать. Ну еще, возможно, все эти люди страдают страшным недержанием и как раз едут в санаторий, чтобы лечиться от этого недуга. Люди, которые не умеют закрывать за собой дверь, перейти в воду. Вы просто не представляете, какой спектр ароматических эмоций я получаю, когда проводник идет выкидывать мусор. Так же все мы знаем, что в поездах запрещено курить. Но, ха-ха, кого это останавливает? И в нагрузочку непременно идет маленький ребенок, который всю дорогу плачет. Сережа, а сколько нам ехать? Пять часов. Я хочу тебе подарить великолепный Honor 10 с двойной камерой. А почему ты говоришь так, как будто ты в рекламе? Потому что это реклама великолепного Honor 10, у которого есть процессор с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект? Процессор? Угу. Зачем тебе этот тупой подкаблучник? Мне нравится. Я не подкаблучник. И не тупой. Девушка, а можно с вами познакомиться? Славик Альфонс, 30 лет, до сих пор живет с мамой, ковыряется в носу и слушает песни Филиппа Киркорова. Фу! Транка, скажи, пожалуйста, как вычисляется площадь круга? Псс, пи-эр в квадрате. А площадь круга равна пи-эр в квадрате. Молодец, пять! Нее! Криворукая хозяйка, брось меня. Меня уже не спасти. Я прилагаюсь. Как же я теперь без тебя буду жить? Ален, как ты такая грустная? Он мне не пишет. Слушай, ну он, наверное, на работе занят. Напишет, что ты паришься? Угу, конечно, занято. По любас, тела каких-то лайкать у него есть, блин. Блин, ну мне кажется, ты просто подираешься. Написал, 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 написал! Что написал-то? Я не буду открывать, Катя, ты че? В смысле? То есть он думает, что у меня очень много дел, и я очень занята. Ты что, не знаешь, что сразу нельзя открывать сообщение? Алло, у меня серьезные проблемы. Все, поняла. Выезжаем? Я начну качаться. Ну, что случилось? У Дана, день рождения. Ну? А я не знаю, кто ему подарить. Так, что у тебя есть? Молодость. Хорошее настроение. И 100 рублей. Что можно купить на 100 рублей? Шампунь? Нет. Носки? Нет. Диск Филиппа Киркорова? Нет. Где? Так, новое красивое белье у тебя есть? Да, есть. Вот. Отлично. И что делать с этим теперь? В смысле, что? С танцовышему зажигается медальность. А-а-а-а. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Этого не может быть. Нет-нет. Ну не могли они победить. Да нет, они выиграли по серии пенальт. А может это было вне игры? Пенальти не бывает вне игры. Спадя, чем так радоваться-то я не понимаю. Брот, это повезло. И вообще, как бы 70% испанцев владели мячом. Просто все решил, это русская рулетка и пенальти. А так бы, пух, вообще ничего бы не светило. Повезло же, говорю. Мне бы так повезло, когда я в универ поступала. Ты, если хватит болтаться, а так-то ждет клиент. Все. Никаких больше клиентов надоело. И что, овца, забыла, что твой паспорт у нас? Ай, блин. Про паспорт-то я забыла? Иду, иду. Да вы вообще ничего не понимаете, купцы. Вас обманывают. Купили весь этот мундиал ради того, чтобы скрыть реальные внутренние проблемы в России. А Путин занимается только внешней политикой. И все это знают. А истинные проблемы скрыты мундиалем. Я хочу детей от Агенфеева. Я тебя люблю, малыш. Сладко тебе спится, малыш. А, ты, ты, Матя! Как ты, Матя! Ах ты, мать! Ничтожество! Что случилось, Катя? Что случилось? А я тебе сейчас расскажу, что случилось. Не молчи, я нарушу молчание, назовьюсь кианом отчаяния, взгляд не мой, как на душ. А ты что говоришь? А я не понимаю, что ты думаешь, что ты думаешь. Катя, это твоя СМС-ка! Моя? Твоя! Ты мне с вами на подруги писала. У тебя зарядка сил. Ха, ха, моя. Доброе утро. Катя! Вот дура. Вот я дура. Привет, меня зовут Катюха, полезный совет тебе в ухо. И сегодня я хочу ответить на один наболевший вопрос о том, как нихрена не делая и постоянно жалуясь на свою жизнь, мужа, работу и лишний вес добиться максимальных успехов и высот в своей жизни. А все очень просто. Никак! Никак! Сука! Всем привет! Ну что, здесь наливают винишко? А винишко не наливают. Ммм, вискаль. Текила. Настойки. А что? Поржоми. Расходимся. Текила. 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 Слушай, короче, начала ходить к психологу, ну к психотерапевту, блин, он божественный, вообще, я такая стала спокойная, такая стала спокойная, не знаю, мне вывести из себя, наверное, сможет только землетрясение на всей планете, прикинь, такая стала спокойная, просто вообще ровненький нерв. Это что, монеточка? Да что за дебильная пища, даже кто придумал, это говно! Субтитры сделал DimaTorzok